Второе отделение концерта Это коллектив, который имеет уже тоже очень мощную и внушительную славу. Это коллектив, возникший в недрах Новосибирской государственной консерватории имени Михаила Ивановича Гринки и, собственно, в одном классе. В этом его феноменальность. Это класс прославленного не только сибирского, это педагог с мировым именем Марина Александровна Кузина. И вот из своих учеников, тех лет, когда они занимаются непосредственно в классе, те, что закончили раньше консерваторию, то есть она собрала лучших скрипачей и лучших исполнителей настроенных инструментов и создала в начале ансамбль скрипачей в 1993 году. А буквально три года назад коллектив приобрел как бы немножко другой статус. И он гастролирует и выступает в двух форматах. И как ансамбль скрипачей, а когда от этого возникает необходимость, они превращаются в камерный оркестр, потому что приходят дополнительно антисты, виолончелисты и появляются контрабасисты. Коллектив носит название «Блестящие смычки». И это название всецело отвечает его характеру, его высочайшему профессионализму. У них гигантский репертуар. Публика, как вы знаете, всегда ее встречает просто с восторгом. И мы неоднократно тому были свидетелями. И вот программа второго отделения начинается с того, что оркестр выступит как аккомпаниатор. И звучать будет одно из величайших виолончельных произведений. Это концерт Камилы Сенсанса для виолончелист-оркестром номер один. Ну, для юных и для тех, кто не столь часто слушает виолончельную музыку, давайте вспомним о том, что этот концерт появился в 1872 году. Сенсанс, которому исполнилось 37 лет, который несколько месяцев назад побывал в армии, потому что Франция воевала с немцами, а затем была Парижская коммуна. Человек, который пережил очень многое. И смерть друзей, и лишение, и голод. И вот он в 1872 году создает произведение удивительно легкое, изящное и грациозное. Всецело в стиле его кредо. Потому что для нас Сенсанс это, прежде всего, один из первых европейских неоклассиков, который обожал старинные формы и жанры, и наделял их совершенно такой неповторимой, изящной, рациозной манерой. Этот концерт всего в одной части. Но, как и полагается концепциям XIX столетия, мы, конечно, в нем будем наслечать грани трехчастной композиции. И таким своеобразным эстетическим эпицентром стал средний раздел, написанный как грациозный минуэт эпохи ленского классицизма. Все виолончелисты мира обожают этот концерт за то, что здесь Сенсанс удивительно почувствовал такую странную особенность. Вы знаете, что виолончелисты гордятся тем, что звук инструмента, прежде всего, низкий, бархатный, глубокий. И когда виолончель звучит на фоне оркестра, то, увы, возникают такие явления, что оркестр подавляет его. Если мы вспомним великий концерт Дворжика, то, увы, ах, но у Дворжика виолончели очень часто тонет в звуках оркестра. А здесь Сенсанс, предвидя все эти обстоятельства, так распорядился оркестровой партией, что виолончель постоянно на виду. Она плещет, она ни разу не затеняется оркестровыми красотами. Для этого он использовал очень часто паузы, отрелиское звучание, прозрачную, надвиженную звучность. И в идеале получилось произведение, где триумф виолончели с деликатной поддержкой компонентом оркестра всегда приносит колоссальное удовольствие публике. Камил Сенсанс. В конце этого виолончели с оркестром номер один, ля-мино, опус 33. Солист Марк Брабинский. На сцене солист и ансамбль «Блестящие смычки». АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА